Праздник должен состояться. На Комсомольской площади рядом со зданием завода управления появилась уникальная выставка, которая представила мировые шедевры цветоводства. Такой подарок к одним металлургу коллективу Магнитогорского металлургического комбината сделал автор и ведущий программы «Зелёный остров» Александр Сидельников. Так известный журналист отблагодарил городообразующее предприятие за многолетнюю поддержку любимой горожанами программы, которая, кстати, на этой неделе вышла в эфир уже в тысячный раз. Посчитав, что праздник должен чувствоваться в прямом смысле этого слова, Александр Сидельников решил наполнить заводскую площадь ароматным благоуханием. К комбинату у известного телеведущего отношения особое. Ведь «Зелёный остров» был создан при личном участии бывшего гендиректора ММК Анатолия Старикова. И благодаря поддержке, опять же, комбината благополучно просуществовал 23 года. А это своеобразный рекорд. Ни один садоводческий телепроект не выходил в эфир так долго. Мы довольно долго в рамках проекта «Лучшие цветы мира магнитки» экспериментировали с различными сортами, с грунтами, с кашпо. И фактически это вот результат многолетней работы. Мы выставляем сегодня вот для Магнитогорского металлургического комбината в качестве подарка. Такую выставку Магнитогорск еще не видел. Более 80 представленных растений – это новинки цветоводства из Голландии, Японии, Германии, США и Франции, среди которых немало чемпионов. И у нас есть вот такой вот цветок, вы знаете, смотрите, это на сегодня считается лучший цветок мира. Он отмечен медалью «Флора Стар». Вот золотую медаль «Флора Селект» в год может получить сразу несколько сорта образцов. А вот звезду может получить только один цветок. И может получить его всего только один раз. И вот сегодня вот этот вот цветок мы, собственно, дарим Магнитогорскому металлургическому комбинату. Название этого красавца – Garden Dreams, сад мечты. Ни в чем его не уступает и шоколадно-красный викинг из Японии, получивший золотую медаль всеамериканской выставки. Причем таких высоких наград эти чемпионы были удостоены не только за свою красоту. Вот это не просто растения. Они выращены по самым современным технологиям, с использованием так называемого технологического кашпо. Здесь профессиональные грунты немецкие, здесь профессиональные удобрения, здесь смачивающие, водоудерживающие элементы. Результатом многолетней селекционной работы является и прекрасная литл-кунья, на которую может распуститься до 500 цветов. И имеющая невероятный запах медовая лаблурия и большое видовое разнообразие петуньи, представленные в невероятных цветах. Здесь у нас представлено три петуньи, в названии которых есть слово «небо». Это сегодня одни из самых популярных цветов в мире. Причем здесь есть мистическое небо. Оно цветет сегодня в Магнитогорске, но и одновременно в первый раз оно цветет в Париже, в Нью-Йорке, в Лондоне. Но это такие маленькие города, самое главное, что оно цветет в Магнитке. Словом, эта выставка и поднимет настроение, и даст пищу уму, продемонстрировав мировые тенденции в селекции цветочных культур. Стоит сказать, что сотрудникам комбината подарок очень понравился. Высоко его оценило и Управление информацией и общественных связей ММК. Чтобы вся эта красота благоухала долго, его представители позаботились о том, чтобы вся коллекция была расставлена на специальные подставки. Я хочу поздравить всех Металлургов-Магнитки, я хочу поздравить всех Магнитогорцев с наступающим праздником, с Днем Металлургов. Желаю вам успехов, здоровья, счастья. Татьяна Артеменко, Виктор Исаев, Александр Маргунов, телекомпания ТВИ.